Всероссийская акция «Лес Победы» успешно прошла в Орехово-Зуйском районе. В посадке деревьев приняли участие более тысячи человек. 60 тысяч саженцев молодых сосен появились в Губинском лесничестве на Горельниках 2010 года, близ деревни Сальково. В Подмосковье почти 50% территории занимает лес. Однако после пожаров 2010 года и атак короедов-типографов леса превратились в пустыри. Один из таких был и в деревне Сальково. Сегодня будет посажено в честь этого памятного дня, в честь Великого дня, составит 15 гектаров. Уйдет на эту площадь не менее 60 саженцев. Сажается сосна. Сосна является наиболее экологически чистым деревом. Дождь и сильный ветер не помешали проведению акции. Школьники, рабочие заводы, фабрик, учителя, врачи, руководители предприятий и районы администрации. Всех объединила главная идея – высадить лес Победы в память о павших земляках. И наша страна с каждым годом становится все крепче и сильнее. И сегодняшний вот такой энтузиазм наших людей, он показывает, что мы едины. Едины в одной команде, в районе, в области, в России. И все, что мы сегодня будем делать, это посвящено нашему великому подвигу, наших самых великих людей. Дню Победы. Во всероссийской акции принял участие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Афаняев. Михаил Иванович в этот день успел посадить деревья сразу в двух местах района. Я уже сегодня сажал у памятника Ковдулеве, так сказать. Три ели посадил. И здесь 8 или 9 сосенок. Это уже успех, я думаю. Еще одна акция по посадке леса прошла за деревней Савина. Здесь сосны сажали сотрудники МЧС. Пожарные спасатели вместе с членами своих семей тоже присоединились к всероссийской акции. Мы одни из первых столкнулись и напрямую столкнулись с этой бедой, которая в 2010 году. Она в 2010 году была в очень больших размерах, но практически ежегодно мы сталкиваемся с таким явлением, как горение лесов и торфов. Поэтому мы самые непосредственные участники этого и видим, как страдает наш Орехозуевский район. Мы заинтересованы принять участие в такой акции, чтобы наше будущее поколение жило в таких же зеленых лесах, в каких жили мы. Увидеть лес на бывших горельниках будет возможно не раньше, чем через 30 лет. Тогда здесь должны появиться небольшие деревья. Полностью восстановиться лес может только через 70 лет.